привет на своем канале давно мы с вами не делали интерьерные цветы мы сделаем с вами вот такой вот красивый цветок я прошу вас обратить внимание внизу под видео всегда есть комментарии где написаны что мы используем размеры будут написаны то всегда обращайте внимание то что я пишу в комментариях для вас и мы начинаем с вами для такого интерьерного цветка выберете ленту 1 и два сантиметра шириной цвет выбирайте сами у меня это розовый цвет 1 и 2 сантиметра шириной мы будем с вами отрезать отрезки ленты нам нужно будет с вами 7 сантиметровые отрезки по 7 сантиметров на такой маленький цветок но это я считаю что маленький цветок я использую ушло порядка где-то 60 вот таких вот отрезков смотрите у меня шарик здесь маленький взят соответственно чем больше будет у вас исходный шарик пенопластовый тем крупнее будет у вас цветок у меня шарик этот 6 сантиметров вот если смотреть по углам шарик это он 6 сантиметровый шарик у вас может быть больше то есть я еще раз повторюсь зависимости от размера шарика соответственно у вас увеличивается количество лепестков которые вы будете делать и соответственно у вас увеличится размер вашего шара мы значит берем ленту будем складывать ее петелечкой вот таким вот образом то есть у нас с вами получается вот такая вот петля еще раз повторю берете ленту кстати да выбирайте какая страна у вас будет блестящие это будет либо матовая блестящая лицевая либо это будет матовая либо это будет глянцевая у меня это блестящая сторона поэтому я складываю блестящей стороной наверх получается вот такая вот нас петелька с вами и мы ее здесь зажигалкой проплавляем и припаиваем смотрите есть специальные щипчики для канзаши можете воспользоваться ими чтобы не обжигать свои пальцы у меня руки уже привыкшие поэтому если вы не сможете это сделать руками делайте либо щипчиками либо пинцетом специальным для изготовления цветов смотрите вот их много-много лепестков вы делаете дальше вы берете шарик и понадобится нам с вами термопистолет клеевой он меня уже разогретый и мы с вами будем мазать наши лепестки найдите где у вас вверх цветка будет и в этом цветке мы сейчас делаем с вами начало нашего цветка они у нас будут четыре лепестка они у нас будут с вами сходиться в центре видите нас здесь нужно чтобы не было нас с вами дырочки то есть мы с вами вот так вот их четыре лепестка мы соединяем не переживайте если они вас там прям ровно-ровно не встанут ничего страшного когда они у вас все вместе будут это будет смотреться хорошо смотрите теперь дальше мы будем делать лепестки по кругу то есть берете намазываете и приклеивайте с тем расчетом чтобы у вас не было видно белого пенопласта то есть примерно в шахматном порядке это у вас будет то есть клеем достаточно цветок быстро делать единство что да придется долго делать эти ваши заготовочки но вот главное чтобы не было видно белого пенопластового шарика и мы так с вами продолжаем по кругу делать заполняя все наши пространства то есть сейчас вот здесь я буду делать то есть смотрите как вам удобно будет делать главное чтобы не было видно было вас пробелов вот так и будем продолжать по кругу теперь здесь и будем дальше спускаться эти можно еще мазать будет вот так вот ряд и уже приклеивать уже вот таким вот образом то есть главное говорю еще раз чтобы вас не оставлялась не оставалось белых пенопластовых промежутков чтобы это все у вас закрылась и тогда у вас шарик будет смотреться гармонично смотрите клеевой пистолет горячий работайте с ним аккуратно здесь у меня такой на шарике есть окантовка его серединка где он спаян и я на нее ориентируюсь чтобы более менее у меня было ровно и дальше опускаемся с вами эти получается вот такой у нас с вами приклеилась сейчас мы вот здесь отклеим и пойдем с вами дальше смотрите теперь удобнее взять его вот так вот и уже клеить как бы к верху потом то что у вас образуются вот эти вот нитки от клея их можно мы потом с вами так вот в конце работу уберем так что не переживайте если клей у вас тянется то мы это все с вами уберем вот так видите получается вот такой красивый цветок делается достаточно быстро его можно сделать другими цветами желтыми синими красными какими угодно голубыми здесь уже можно с несколько цветов скомбинировать здесь уже как вам захочется как вам к интерьеру он будет мне захотелось сделать такой бледно-бледно-нежно-розовый мы доходим с вами так до конца у нас здесь с вами видите приезжали и дальше продолжаю да в среднем повторюсь где-то уходит на предыдущий цветок у меня ушло 58 не специально посчитала 58 ушло лепестков все зависит от того как часто вы будете сажать на цветок потому что из какого-то особого алгоритма нету приближаемся с вами на завершению так теперь нам здесь тоже надо будет еще сделать здесь уже внизу ориентируйтесь чтобы цветок у вас вот такую гармоничную переворачиваете посмотрите где у вас получились пробелы вот получили с вами вот такой вот красивый ёжик ёжик цветок так теперь нам надо пока у нас он с вами до конца подсохнет весь клей схватиться чтобы нам его на проволоку с вами посадить мы с вами сделаем ему чашелистник чашелистник также делается из узкой ленты 1 и 2 сантиметра шириной отрезки ленты мы с вами будем брать 8 сантиметровые то есть там у нас были 7 здесь нас с вами будет 8 сантиметров таких нам с вами понадобится 5 отрезков соединяем и зажигалочка с вами пропаиваем точно так же на с вами получается 5 вот таких вот то есть не обратите внимание если вы складываете вот эту сторону вверх то пусть она у вас всегда будет идти сверху чтобы у вас лепестки были все одинаковы и так мы делаем 5 штучек теперь мы берем стержень можно воспользоваться специальные стержни флористические продаются в магазинах либо цветочных либо в магазинах для творчества вы нужной длины его себе делайте какой у вас цветок будет длины можно взять обычную проволоку то есть проволоку можно купить в магазинах электротоваров и разделить и у вас получится замечательная проволока смотрите мы сделаем с вами здесь дырочку и если нам надо с вами туда клей и уже вставить нашу с вами палочку чтобы она у нас с вами ни в коем случае не убежала из цветка теперь смотрите берем сна чашелистники на вот так чашелистники которые у меня разъехались так вот и мне 5 чашелистников и смотрите лепестки мы с вами клеили вот так а чашелистники мы с вами будем клеить вот так то есть не как мы с вами все клеили ту в ту сторону а именно вот получается изнаночной стороной кверху то есть мы с вами можете здесь промазать либо сам чашелистник краешек его промазать удобнее на работа сам чашелистник здесь вот вы тогда возьмете нужное количество клея и прям вплотную к проволоке мы с вами будем его приклеивать вот прям вплотную сюда к ней 4 5 чашелистник и вот так смотрите если вам не нравится вот это вот место здесь она мне вот в этом все таки не очень понравилось я приклеила сюда квадратик из ленты то есть вы можете оставить вот таким вот образом либо приклеить квадратик то здесь как вот уже вам хочется и смотрите нам теперь нужно убрать все эти непонятные так скажем волосы от клея они убираются очень легко и смотрите я стебель немножко изгибаю потому что но у нас цветы наверно прямые прям совсем редко растут так и смотрите возьмем ленту два с половиной сантиметра шириной зеленого цвета нам понадобится с вами небольшой кусочек вот два с половиной сантиметра нас лента нам надо с вами будет сделать два листика я отрежу на глаз сейчас посмотрим сколько то примерно сантиметров я сейчас не замеряла и отрезала вот так на глаз сколько получилось у нас ну где-то примерно 10 сантиметров кусочек получился и мы с вами его зажигалка здесь прогреем и второй так же теперь мы с вами склеим вместе у нас такой вот сами листики можно сделать помните мы как сами для розы делали прям каждый листик отдельно можно сделать вот таким вот простым способом сейчас мы с вами их склеим вот так и уже них с вами мы проколим нашим цветком и посадим их с вами на наша наша наш наш цветок выбираем ту длину где бы вы хотели чтобы он у вас располагался ваш стержень ой ваши ваши листики и мы с вами их приклеим то есть вот так вот здесь мы краешек с вами сюда загнем то есть нам надо с вами их приклеить еще раз повторю не забудьте убрать вот эти все от клея эти волосики которые вот остаются от клея и получили с вами вот такой красивый цветок делайте видите очень просто быстро цветай выбираете себе какие вам нужны какие вам нравятся ваши любимые цветы опять кто-то скажет что у меня два цветка мне гораздо больше просто один был для образца второй был соответственно делали с вами их можно еще вот так вот вместе соединить скрутить здесь тейп ленты или чем-то еще получится у вас даже не один цветок а вот такой вот как сказать как бывает хризантема кустовая это у нас с вами вот такой вот кустовой цветок то есть вот такие вот у нас с вами получились цветы и если вы впервые на моем канале подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы еще у меня там появилась интересная ссылочка на донат и вдруг вы захотите меня как-то отблагодарить поддержать мой канал я буду очень рада там минимальный взнос буквально 10 рублей и если вы впервые буду рада вас видеть следующем видео всем удачи всем пока